добрый день наверное многие любят сделать все быстро на одном дыхании несколько дел сразу а потом отдыхать я варю себе суп сейчас поменяю губку и салфетку в раковине вода у меня уже кипит хочу сварить с фаршем и с клецками фарш пока размораживается я немножко его разморозила микроволновки не сильно отломлю сколько мне нужно остальное опять морозилку это у меня будут своеобразные фрикадельки фарш свиноговяжий пусть немножко еще оттаивает а я помою раковину старой губкой и выброшу ее я люблю делать одновременно несколько дел но как правило обычно мы когда готовим и в это время успеваем что-то помыть убрать попыресосить еще успеваем что-нибудь почитать но я такая и еще о чем-нибудь поинтересоваться и телевизор включить что-то посмотреть успеть ухватить там помою свой любимый стаканчик я в него наливаю кипяченую воду всегда пью утром встаю наливаем себе горячую водичку полстакана и выпиваю потом уже умываюсь или наоборот это у меня кусочек свининки на плов суп сварю и следом буду делать плов фарш уберу в морозилку остатки помою сковородку это я тушила курицу кусочками остатки сегодня утром доела это крышкой из светофора три размера этой крышки раньше у меня таких не было удобная вещь то есть на три размера сковородок нужно ее применять и кстати когда ее помоешь стекло всегда смотрится как новое со сковороды убираю салфеткой жир всегда так делаю так намного приятнее мыть жирную сковородку уберу лишний жир выброшу эта сковорода тоже из светофора мне нравится то что она гладкая всегда на ней ничего не пригорает но единственное мне не нравится что внутри появляется вот это желтое пятно и все она больше и больше сплав по моему писалось на ней когда я покупала алюминий с чугуном что ли и мне не нравится всегда на сковородах с внешней стороны вот нагорает вот эта чернота хоть как ты мой и вот постепенно нагорает и ведь потом ее трудно так отмыть а если пошуркать ее металлической щеточкой или губкой то потом еще хуже еще больше нагорает я имею ввиду внешнюю сторону ну все немножко прибралась я люблю когда это чисто когда я готовлю у меня всегда все чисто что-то поделала помыла и так далее ну наверное многие так делают а есть такие у которых ого-го когда готовят что творится то на кухне особенно мужчины фарш я посолила поперчила и теперь просто вот так кусочками отправляю в кастрюлю в кипящую воду теперь почищу картошку картошка уже остатки надо идти покупать пока варится бульон все заранее приготовлю здесь картошка я немножко кадр затянула это моя ошибка озвучивать видео немножко сложноватый процесс следующий раз учту я не буду затягивать кадры ну учиться нужно всегда хлеб по-гречески я спекла новую булку и уже у меня хорошо и красиво получилось в конце я вставлю фото и нужно этот хлеб печь чисто из пшеничной муки высшего сорта сейчас порежу лук натру морковь потихоньку у меня уже будет жариться зажарка теперь сделаю клетки одно яйцо немножко воды соль мука зажарка на медленном огне у меня жарится уже лук жарится скоро морковь отправлю попробую видео в таком формате мне нравится у многих когда они вот так снимают свои домашние дела и озвучивают я люблю смотреть как женщины хлопочут бегают по квартире по кухне вот так под музыку на озвучке клетки готовы посолью бульон вот пока бульон доваривается все у меня готова картофель зажарка потихоньку жарится и я в это время успею попылесосить еще успею заглянуть на youtube софия в это время у меня прячется в шифонер я открываю ей дверку так как она сильно боится а фен когда включая она не боится даже рядом сидит стрижку когда делаю себе машинка если поправляю машинку это она не боится а пылесоса сильно боится как я иду доставать она уже бегом не знает где спрятаться отправляю картошку посуда у меня вся наверху в шкафах там у меня и кухонная утварь вся успеваю еще протереть окно у нас мороз такой стоит та неделя была с минус 17 минус 14 и вот эти дни уже начала повышаться на будущей неделе будет аж до 42 37 42 посмотрела я в прогнозе теперь отправляю клетки ложку нагрела горячей ложкой лучше отправлять клетки тесто не липнет к ложке поправила кофту всегда у меня на стол не люблю фартуки все время хожу в домашней одежде но если куда-либо выхожу естественно я переодеваюсь прихожу и опять переодеваюсь в домашнюю одежду меди сумели добавила в бульон зажарку помешиваю кстати мне суп понравился вот я моркови сделала побольше и с клетками и с фаршем вкусный суп получился именно побольше моркови достала рис заранее его замочу буду делать плов плов получился отменный рассыпчатый потому что нужно наливать побольше масла сначала обжаривать лук и морковь а потом сверху мясо жарим а потом уже в конце рис вкусный плов получился рассыпчатый рис у меня длиннозерный рис помыла замочу пусть стоит кстати у меня стоял два часа вот так замачивался быстро приготовила плов в суп добавлю зелени петрушку укроп лук зеленый это у меня из морозитки зелень своя теперь для плова почищу морковь натру луковицу почищу и пойду в душ потом приведу себя в порядок отдохну и займусь пловом спасибо большое всего доброго спасибо за просмотр! до просмотр колокольда до просмотр! до прос